В этом видео мы поговорим о качестве баз данных на стадии моделирования. Как и при решении любой интеллектуальной задачи, здесь существует много идей, которые стоит принимать во внимание. Сейчас мы каждую из них рассмотрим в подробностях. Начнем с глубины анализа предметной области. Здесь необходимо обязательно консультироваться с опытными людьми, с экспертами в предметной области. Также, конечно, стоит читать документацию, чем больше, тем лучше. Очень много полезной информации может и должен нам предоставить заказчик. И всегда в процессе анализа предметной области стоит помнить не только о глубине анализа, но и о границах проекта. Потому что всегда существует та некая граница, после которой мы должны остановиться и все остальное уже не относится к нашей базе данных, к нашему проекту. Также напомним, что для решения этих и многих других задач очень хорошо подходят техники из области бизнес-анализа. Также мы должны помнить о неизбыточности хранения данных, то есть о едином месте хранения данных. Этот классический пример мы уже рассматривали, напомним лишь суть. Если у нас хранятся какие-то данные, например, в одной таблице и в другой таблице, это одни и те же данные, но они почему-то не совпадают, у нас возникает проблема. Еще на стадии моделирования стоит максимально приложить усилия, чтобы исключить возникновение подобной ситуации. Следующая идея, о которой часто забывают как начинающие разработчики баз данных, так и сами заказчики, это изменение данных на протяжении времени. Представим, что у нас существуют какие-то данные и вчера они имели вот такие значения, а сегодня, после обновления данных, значения уже другие. Но вдруг выясняется, что заказчику необходимы вот эти вчерашние данные, которые, естественно, в обычной базе данных будут утеряны. Поэтому обязательно стоит уточнить у заказчика, могут ли возникнуть подобные ситуации, и разработать какое-то решение, которое позволило бы нам вернуться к предыдущим значениям данных. Когда мы говорим о валидности данных, возникает целая серия вопросов. Например, должны ли мы заставлять пользователя вводить номер телефона в каком-то строго указанном формате? Должны ли мы заставлять пользователя вводить имя в строго указанном формате? Или в принципе какое-то значение, либо выбирать из списка, либо вводить вручную? Здесь нет однозначного ответа. Как только мы заставляем пользователей использовать какой-то строгий формат, или выбирать что-то из списка, конечно, нам намного проще валидировать введенные данные. Но что делать, если реальные данные в реальной жизни все-таки не соответствуют этому формату? Очевидным ответом кажется разрешить пользователю просто вводить данные. Но, как небольшой пример, приведем такую иллюстрацию. В одном из проектов пользователи один из достаточно известных университетов смогли назвать более чем двумя стами разными способами. И это, конечно же, проблема. Здесь не существует какого-то единого универсального технического решения. Самое главное – это задуматься, задать себе какие-то вопросы и найти на эти вопросы ответы, после чего реализовать конкретное техническое решение, которое бы идеальным образом, насколько это возможно, обеспечивало для нас валидность данных. Очень близко к валидности данных находится вопрос точности данных. На первом месте здесь стоит вопрос точности обработки десятичных дробей. Например, вы легко можете загуглить и убедиться, что во многих случаях 0.1 плюс 0.2 почему-то не будет равно 0.3. Кроме шуток, потратите пару минут, поищите ответ на вопрос, почему это именно так. И подобного рода проблемы будут возникать очень и очень часто. Вторая сложность заключается в том, какое количество знаков после запятой мы должны хранить и обрабатывать. Это зависит от многих ситуаций и в первую очередь от предметной области. Соответственно, нам нужно знать все правила предметной области о том, какая точность нам может понадобиться, сколько знаков после запятой хранить, как именно округлять какие-то значения и так далее и тому подобное. Все это определяется предметной областью. И последний по списку, но не последний по опасности момент, это хранение датовременных значений с избыточной точности. К примеру, кто-то может сохранить дату рождения с точностью до миллионных долей секунды. На первый взгляд это не кажется такой уж страшной проблемой, но затем, когда с этими данными выполняются разнообразные операции, это может привести к неверному результату. Поэтому обязательно стоит задумываться о точности данных. В сравнении с парой предыдущих пунктов, следующее выглядит более простым. Это унификация форматов данных. Здесь стоит помнить, что форматы данных должны быть по возможности каким-то образом унифицированы, то есть мы должны избегать разнообразия форматов представления однотипных данных. Но и при этом, конечно же, мы должны помнить о точности и, естественно, помнить о всех правилах, всех требованиях предметной области. С этого, как правило, и стоит начинать и затем выбрать какой-то подход, который позволяет учесть все правила предметной области и при этом достичь достаточной унифицированности форматов представления данных. Существует несколько универсальных советов, как реализовать все то, что мы только что обсуждали. Во-первых, никогда не ленитесь искать информацию, максимально глубоко ее анализировать и обсуждать ее с коллегами. Любое ваше техническое решение должно быть продуманным. Не стоит выбирать первое попавшееся, которое вы смогли найти. Обязательно выберите несколько, обсудите и потом из них уже выберите самое наилучшее. Выбрать лучшее техническое решение позволяют две следующие техники. Во-первых, это взаимная проверка и самопроверка, а также разнообразные эксперименты. Вот это все в комплексе позволяет выбрать наилучшее техническое решение. Помните, что всегда стоит задавать себе вопрос, а что, если, как что-то может пойти не так. Никогда не полагайтесь на ситуацию, в которой у вас что-то заработало и вы, наконец, успокоились. Это очень опасный подход. Чем сложнее база данных, которую вы разрабатываете, тем выше роль документации, поскольку решения, принятые на всех предыдущих стадиях, должны быть каким-то образом отражены для понимания в будущем. Ну и, наконец, достаточно очевидный совет. Чем шире ваш технический кругозор, чем больше вы знаете всего из разных предметных областей, из различных IT-областей, тем вам легче работать. И поскольку очень многие из рассмотренных идей уже выходят за область работы с базами данных, но уходят в область работы с требованиями или в область тестирования, мы рекомендуем вам ознакомиться с вот этой книгой и вот этим вот онлайн-курсом по тестированию программного обеспечения. А в следующем видео мы рассмотрим некоторое количество идей по обеспечению качества баз данных на стадии эксплуатации.